Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова Яна и мы находимся в магазине Светофор. Это Коммунар, станционная 34. Посмотрим, какие новинки приехали сюда. Не забудьте посмотреть мой последний ролик из этого магазина. Я очень многое показываю, много отзывов даю. Не забывайте подписываться на мои группы в социальных сетях ВКонтакте, на Дзене и в Телеграме. Здесь еще остался газон искусственный в рулоне 1 на 2 метра. Толщина ворса 7 миллиметров, вес 840 грамм этого отреза 487 рублей. Очень мне нравятся вот эти вешалки для одежды антискользящие. В упаковке 10 штук, стоят 92 рубля дешевле, мне кажется, чем в фикс прайсе. Очень классно на них развешивать футболки. Еще раз повторюсь, что насчет этого мыла возникает много разных споров, но все-таки очень много классных комментариев пишут, что отличное мыло можно брать 35 рублей за 180 грамм. Кстати, на прошлой неделе был целый палет вот этого геля для стирки детского бимба 2 литра. 192 рубля стоит. И вот, посмотрите, ополовинился палет, то есть хорошо его разбирают. На прошлой неделе привезли бумажные полотенца, двуслойные два рулона. Называется «Приятно» Сноулама. 35 метров, первичная целлюлоза. Цена 87 рублей. В этом магазине молодцы, всегда разбирают трикотаж. Смотрите, джинсы мужские и женские. 46-56 размер. Хлопок 499 рублей. Его как раз разложили. Расцветки все темные. На даче такие джинсы пригодятся. Очень редко в каких светофорах встречаю вот такую светлую расцветку. Худи унис с экспринтом. Трех нитка на прохладный питерский вечерок. Прекрасно подойдет. Размеры от МК до XXL 821 рубль. Но мне кажется, размер L, как такой оверсайз, подойдет и на 42-й, и на 44-й размер. Вот эта L как раз. Господа, заготовщики в этом магазине есть крышки металлические лакированные. Ско. Одна упаковка 50 штук. Цена 135 рублей. Наличие сетка от насекомых для окон 1,50 на 1,80 на липучки 97 рублей. В этом магазине появилась и сетка от насекомых на магнитах на дверь. Метр на 2,10 на 146 рублей. Кто пользовался такой сеткой, нам, пожалуйста, напишите. Здесь она представлена в приятном таком сером цвете. В коммунаре, вернее в шушарах, мы с вами видели темно-коричневую, черные варианты. Вроде бы здесь вот серый. В предыдущих своих роликах озвучивала мнение, что вот это кашпо Lomelo диаметром 40 см, 12 литров объем. Оно наклоняется под тяжестью. И знаете, под последним роликом получила наоборот много таких комментариев, что прекрасно оно держит вес. На самом деле можно брать. И питунья хорошо растет в этом кашпо. Так что присмотритесь. Во многих светофорах оно уже закончилось. Здесь 37 рублей. Это кашпо еще раз покажу. 27 литров, 261,80. Еще раз хотела показать нашатырный спирт. 1 литр, 54 рубля. В этом году активно поливаю нашатырным спиртом огурцы. И вы знаете, им очень нравится. Получается хорошая азотная подкормка. Буквально 2 столовые ложки разводите в 10 литрах воды и поливаете этим раствором. Можно добавить янтарную кислоту. В общем, вот в светофоре за 54 рубля есть как раз нашатырный спирт. В прошлой неделе привезли масло моторное Гарден 2Т для двухтактных двигателей. Здесь 1 литр, 233 рубля. Стоит это масло, подходит для всевозможного садового инструмента. Воздуходувок, бензопил, бензобуров, газонокосилок и так далее. И от компании Кубаночка привезли еще черешню в легком сиропе. 750 грамм. Насколько я помню, раньше приезжала точно такая же, только вишня в легком сиропе. А это именно черешня. Масса плодов здесь 370 грамм. Масса нет и 750 грамм. Ну, баночка уже хорошо зарекомендовала себя. Город Краснодар производит. И смотрим, что здесь в составе. Вода питьевая, черешня красная с косточкой, сахар и регулятор кислотности, лимонная кислота. Вишню очень хорошо разбирали, ее сейчас нет. Но это черешня. Конфеты жевательные, фанни, с желейной начинкой в обсыпке трубочки. Много их в наличии, производство Беларусь. 247 рублей. Есть разные варианты. Вот такие со вкусом зеленого яблока и со вкусом вишни в обсыпке. На самом деле у Кока-Колы, чупа-чупса вернее, есть очень похожие палочки. И меня как раз дочка просила их купить. Вот я, наверное, вот эти возьму. Вот, да, у компании Чупа-чупс есть похожие в маленькой упаковке. Но там маленькая упаковочка, наверное, грамм, я не знаю сколько. Ну, грамм 200 стоит рублей 150. Уточню. Вот это, в общем, очень выгодно. Невозможно пройти мимо кольца орехового. 800 грамм 180 рублей. Как раз сразу беру сегодня вот этот мармелад со вкусом колы в кислой обсыпке. 500 грамм красный пищевик производится на 107,80. И здесь производитель тоже Беларусь. Вот недорогой аналог вот этого мармелада от Чупа-чупс. Белорусской продукции много в светофоре, в том числе набор конфет. Бон десерт 500 грамм 142 рубля. В прошлый раз приобрела вот это печенье бисквитное, глазированное. Айриш крим с абрикосовой начинкой 750 грамм 174 рубля. Очень вкусное, нежное. Вот чувствуется, что свежая поставка. Мы его быстро съели. Как удержаться от печенья курабье бакинское. 1 килограмм 161,35. Котлеты рыбные из тресковых пород. В панировке 123,90 цена. Напишите, если кто-то пробовал. Производит Санкт-Петербург. На первом месте фарш из рыбы тресковых пород. Но достаточно обширный состав. В комментариях иногда спрашивают про мойву. Кто-то умеет самостоятельно ее заготавливать. 162,49. Цена мойвы здесь меньше килограмма. Блинчики с мясом от компании Морозко. 980 грамм 105 рублей. На самом деле в этом магазине сейчас много освобожденного места. Скорее всего сегодня, завтра или в пятницу будет хорошая поставка. На прошлой неделе, дней 5 назад, завозили вот это рагу свиную охлажденную. Посмотрите, сколько осталось. Хорошо выберут от Мираторга. 151 рубль цена за 1 килограмм. Здесь примерно 4 килограмма в одной упаковке. Колбаски тоже в наличии. 92 рубля за 300 грамм. Но больше всего сейчас в холодильнике вот такого набора крылья. От Северной птицефабрики цена за килограмм 171,10. И еще бедро по 168 рублей за килограмм. Морковь маринованная по-корейски от компании Тамбовские разносолы. Хорошо ее сейчас завозят. 1 килограмм 68 рублей. И капуста квашеная с морковью. 850 грамм 74 рубля. А также есть капуста квашеная по-деревенски от компании Традиции Вкуса. 900 грамм 78 рублей. Вообще такие вещи очень хорошо покупают. Аппетитно выглядит свинина традиционная категория Б от Кухни Ладоги. 306,80 цена. От Ладоги видимо был большой завоз. Продукт сырокопченый свинина праздничная. 401,20 за килограмм. Печина для завтрака от Великонобгородского мясного двора. Тоже новый продукт. Здесь категория А. Вес за килограмм цена 357 рублей. Колбаса сервелат изысканной категория А. 383 рубля. Бекон свиной традиционный от Ладоги. В этот раз такие тоненькие кусочки. 368 рублей. Очень хорошо покупают ребра рубленые. Часто слышу, что их и советуют друг другу. Категория Г. Из-за того, что мяса немного. Но добавлять хорошо их в супы. И картошку тушить, наверное, 212,40. Колбаса говяжья категория от фабрики Ладога. 371,70. А на прошлой неделе привезли вот это недорогое молоко. Самое любимое. 3,2% жирности. 43 рубля стоит. Категория Г. У нас в городе Пушкин 24 числа был день города. И там очень много было торговых лавочек небольших, которые продавали как раз вот эти луковые колечки в том числе. И я смотрела цену. Здесь они стоят за 150 грамм 35 рублей, а там рублей 70, наверное. Их очень активно покупали. Особенно ближе к вечеру было выступление. Спасибо администрации Пушкинского района. Там было выступление и Корнелюка Игоря, и группы Белый Орел. В общем, перекупщики явно хорошо поработали и подзаработали. Вот, купив луковые колечки, например, в Светофоре и перепродав их на вот таком празднике. Сейчас много завозят недорогих чипсов картофельных гризон. 300 грамм 115,43. Здесь сметана и лук. И вкус бекона. Еще есть кукурузные шарики 140 грамм от компании Красный Город. 35 рублей. Знаю, что есть те, кто просто обожает вот эту лапшу домашнюю. Она сейчас в наличии. 1 килограмм 99 рублей. В этом Светофоре есть и финиковый батончик Финикс 30 грамм 4 штучки 120 рублей от компании Белое Дерево. 85,40 цена. Как раз идет завоз продукции. Много всего выгружают, но в основном я посмотрела, особых новинок нет. На прошлой неделе привезли ассорти огурцы и томаты от компании Скатерь Самобранка. 3 литра здесь. Очень вкусный набор на самом деле. Я покупала, мне очень нравится. 288 рублей за 3 литра. В консервах новинка. Мясо рубленое из говядины и свинины. Изготовлено по ГОСТу. Это консервы высшего качества. 101 рубль стоит. По составу на первом месте свинина, говядина, жир говяжий, шкурка свиная, правда, перец черный, ну и так далее. Много всяких приправ. Возможно наличие в незначительном количестве кориандра, перца душистого, перца красного, горчицы, сахарного песка и так далее. Производит эту продукцию приозерский мясокомбинат. Он расположен в Ленинградской области. Если кто-то пробовал, расскажите про вот этот горох с копченостями. 63 рубля от Курганского МК. Очень удобно, мне кажется, на дачу и в поход такой горох взять. Ну а рядом говядина тушеная. В банке 338 рублей. Тоже курганский мясокомбинат производится на 99 рублей. Тоже очень хочется услышать отзывы. Вообще тушенка есть в ассортименте. Например, вот такая свинина тушеная в стеклянной банке. 500 грамм, 128 рублей, высший соль. Кстати, здесь очень хороший состав свинина, соль, лук репчатый, лавровый лист, перечерный молотый. Никаких вам шкурок. Хотя производитель может что-то и не указать. Новгородский пищевой комбинат производит. И одна подписчица мне написала, прекратите рекламировать алкоголь. Повторюсь, для тех, кто плохо слушает. Я не рекламирую алкоголь, только делаю обзор. К чему это я? Собственно, сейчас целый палет пивного напитка «Вишня в дубе» привезли. 1 литр 300 мл, 118 рублей. Я не рекламирую алкогольную продукцию, только делаю ее обзор. Ну а рядом пиво светлое «Жигулевское». 1 литр 500 мл, 112 рублей 98 копеек. Сейчас напитки доминируют в поставках. Я вижу, вот сейчас разгружают очень много как раз палет с напитками. И привезли еще кока-колы от «Алматы Ботлер» 112,74. Знаю, что многие любят и вот такой напиток безалкогольный. Лайман фреш манго. 1,5 литра 68,81. К слову сказать, в пятерочке он стоит, по-моему, в районе 100 рублей. Гораздо дороже. Так вот, кто его любит, не переживайте, сейчас тоже целый палет этого напитка выгрузили. Помним детство, напиток сильно газированный, со вкусом груши. Дюшес, 7 желаний. 2 литра 41,78. Напиток сильно газированный. Стартшот Биттер Лимон. 59,10. Цена. Вот еще холодный чай. Тоже много его. Негазированный фонте. Холодный чай со вкусом лимона. 2 литра 71,80. И стою, жду как раз разгрузку, что еще интересного разгрузит. Вот как раз стоит палет новый. Это жидкое мыло пьюри. 3 литра в большой такой упаковке. Цену тоже вам укажу. Это как раз вот новая поставка. Это напиток Лайман фреш манго. Вот его много привезли. Здесь лимон и лайм. Макаронное изделие. Лапша крахмальная. Фунчоза. Это как раз вот Евро-Азия лапша. В одной упаковке 400 грамм. Этой фунчозы в большом палете. Здесь она как раз стоит, ждет своей очереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова